Так, ну что друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск будет необычным. Необычным он будет тем, что я не буду сидеть играть в кадре на гитаре, или же там общаться с преподавателями, или в чат-рулетке. Сегодня у меня накипело. Каждый раз, когда я захожу в ТикТок, мне подряд предлагаются видосы с гитаристами. Гитаристы в ТикТоке это отдельная тема, и именно этой теме посвящено сегодняшнее видео. Это будет 1, 2, может быть 3, может быть 53 выпуска такого формата, если, конечно, оно вам понравится. Если не понравится, я его снимать не буду, но, честно говоря, мне хочется, чтобы оно вам понравилось. Гитаристы в ТикТоке. Тут составку сделаю какую-нибудь крутую. Вот это вообще супер популярная тема в ТикТоке, я вообще не понимаю, каким образом это набирает просмотров. 12 тысяч лайков, вы представляете, 12 тысяч лайков на вот этой вот шляпе, откровенно говоря. Вы же понимаете, что вот эти цифры, они якобы обозначают струны, да, но они абсолютно никак не соответствуют звучанию, звучанию, понимаете. Комментарии под роликом. Вау! Кстати говоря, у этого человека, который снимает такие видео, больше 700 тысяч подписчиков в ТикТоке. Больше 700 тысяч. Но я думаю, тут все понятно. У него больше 700 тысяч подписчиков, но при этом у него какая-то довольно странная гитара. Я не могу понять, во-первых, что это. И разноцветные струны. Разноцветные струны. Кто на них играет? У тебя 700 тысяч подписчиков. Пожалуйста, купи себе нормальные струны. Друзья, если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы начать вести YouTube, Instagram или TikTok, или, может быть, уже этим занимаетесь, то, скорее всего, вы сталкивались с проблемами монтажа, перехода или звуковым сопровождением. На любую проблему всегда есть решение. И это Wondershare Filmora 10. Этот видеоредактор намного упростит вам жизнь. Как минимум потому, что у него понятный для всех интерфейс. В программе вы сможете делать анимированные текста, красивые, уже готовые переходы, большое количество разных инструментов, которые помогут вам быстро сделать видео, которое понравится каждому. Ну и что самое крутое, по моему мнению, в программе уже есть встроенная своя аудиотека. Вы просто выбираете нужный вам трек и вставляете его в свой ролик, не скачивая его ниоткуда. Также на сайте огромное количество положительных отзывов. В общем, если вам нужен хороший, качественный ролик, переходите по ссылке в описании и скачивайте. Еще один интересный ролик из этой темы. Обратите внимание на технику щипания струн. Очень так аккуратно. Как гусь, как гусь клюет что-то, какое-то зернышко на земле. Хэштег попробуй сам повтори. Ну, такое, конечно, не повторишь. Это, да, это надо уметь, уметь монтировать звук с видео, его как-то соединять. Учим 40 аккордов за одну минуту. 40. Не 2, а 40. Так, это один аккорд в полторы секунды. Как выучить 40 аккордов за одну минуту? Смотри, зажимаем аккорд F. Кто не знает, найдите аппликатуру этого аккорда. И учим стишок. Убираем средний палец, получаем ми-минор. Убираем мизинец, получаем септ-мажор. Убираем оба пальца, получаем септ-минор. То есть, у нас получается 4 формы аккорда. F, второй, FM, третий, F7 и четвертый, FM7. Если мы сдвинем этот аккорд и все то же самое проделаем на втором ладу, то это у нас уже будет, так называемая, F-решетка, да, там, F-фа-диез. Но я буду говорить... На десятом ладу у него будет аккорд ре-мажор. Честно говоря, мне сложно представить себе какой-либо момент, где понадобилось бы сыграть ре-мажор на десятом ладу. Я ни разу не встречался. Ну, наверное, кому-то понадобится. Я думаю, комментарии излишни. Это поднимет тебе настроение. Это точно поднимет тебе настроение. Возьми три нижние струны на пятом ладу. Сыграй по ним восемь раз. Потом смести средний палец на лад назад, на четвертый лад третьей струны и играй по этим нижним струнам уже три раза. И потом возьми указательным пальцем третий лад первой струны и сыграй по этим струнам пять раз. Результат тебя приятно удивит. Никогда, слышите, никогда не пишите в поиске тиктока гитарные лайфхаки. Ни-ка-гда. Натяни струну как можно сильнее. Кедиатр тебе ни к чему. Наслаждайся. Господи боже мой! Что это за человек? Я не хочу судить его. Я вижу, что он в принципе старается. Он только начинает играть на басу. Это прекрасно. Но лично я бы посоветовал поменьше кривляться в тиктоке и сконцентрироваться на самом инструменте. Процесс пойдет намного быстрее. Что делать, если вам по какой-то причине не хватает высоты звука на гитаре? Выход есть. Отправляемся в начало грифа. Потрясающе. Вот это лайфхак. Что делать, если вам по каким-то причинам не хватает на гитаре звука стука двери? Потрясающе. Здорово, ща покажу стильный переборчик. Не правда ли производит впечатление? Показываю, как играть. Берем аккорд ЕМ, играем шестую. На самом деле прикольный перебор. Серьезно, прикольный перебор. Но объясняет он его как будто бы для детей с ДЦП. Я не понял, в чем прикол. Наверное, так больше наберет просмотров и видос в тиктоке. Не знаю. Секретная фишка, о которой не знают начинающие. На гитаре можно играть, даже не зажимая лады. Смотри, мы кладем палец между 12 и 13 ладом и даже не придавливаем. А сыграть можно даже так. Раскрыли наш великий секрет. Секрет всех гитаристов. Кстати говоря, на гитаре есть еще один способ играть, не зажимая лады. О, это опять он. Тот чувак, который невероятно играет по открытым струнам. Восемьсот девяносто четыре тысячи лайков. Восемьсот девяносто четыре. Комментарии. Я хоть и начинающий гитарист, но оно по-разному звучит. Да, конечно, оно будет по-разному звучать. Там ноты вообще другие. Чувак прикалывается, скорее всего. Я не знаю. Не повторяйте за ним. Ну, кстати, есть адекватные комментарии. Вот аккорды покинули чат, видимо. Кстати, сам автор отвечает. Это интригующее видео с последующим разбором у меня в ТТ. Удиви друзей. Вряд ли получится. Я перешел в аккаунт этой девочки в ТикТоке. Тут есть пару видео с укулеле. Вот вместо того, чтобы реально научиться играть на укулеле, это прикольный инструмент для девочек. Вообще самый кайф. Вот вместо того, чтобы научиться играть на этом инструменте прекрасном, она какую-то шляпу делает. Просто какую-то шляпу. Я не понимаю, зачем она это делает. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Друзья, немного гитарной философии. Смотрите, это два абсолютно одинаковых панельных дома, только они по-разному проявляются вовне. Это такой серенький, этот красочный. И вокруг него хочется ходить, улыбаться и радоваться. Также и про нас. В том числе игра на гитаре. Это тоже определенный такой механизм притягивания. Я думаю, вы согласитесь. А в душу. Какое сравнение. Какое сравнение глубокое. Друзья, ну что, на этом все. Честно сказать, не знаю, понравится вам это видео или нет. Это абсолютно экспериментальная рубрика. Я таким образом решил немножечко разбавить свой контент на канале. Надеюсь, она вам понравится. Вы поставите лайк. Напишите комментарий какой-нибудь интересный или же неинтересный комментарий. Напишите, кстати, в комментариях неинтересный комментарий. Мне будет интересно почитать этот неинтересный комментарий. Спасибо, что провели это время со мной. Слушайте гитару. Играйте на гитаре. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok